Слава Богу, дорогие братья и сестры! Благодарим Богу, что Он сегодняшний день подарил нам, и мы снова имеем эту возможность быть в Доме Божьем. Слава Богу! А, пожалуйста, заходите, кто в коридорах, пожалуйста, кто отключил наши телефоны, желательно их вообще выключить, положить в карманы, в сумочки, чтобы они не соблазняли, чтобы они там не выскакивало на них, не отвлекало наше внимание, потому что наше основное внимание сегодня на Иисуса. И я уже раньше говорил, что когда Иисус, Он пришел в храм, взял книгу пророка Исаия, открыл ее, и написано, что весь народ устремил взгляд на Него. Весь народ обратил внимание свое на Иисуса. И дальше, когда читаем, то когда весь народ обратил свой взгляд на Иисуса, смотрел на Иисуса, написано, что Иисус стал говорить им. Давайте, братья и сестры, в этом служении сегодня мы обратим наш взгляд на Иисуса, потому что Он с нами, Он здесь, и Он хочет говорить с нами. И на этой неделе мы молились, и в прошлое воскресенье, а мы слышали через пророческое слово, Господь говорил, что я здесь. Я здесь, я пришел для того, чтобы исцелять. Я здесь для того, чтобы говорить с нами. И нам нужно быть внимательными, чтобы услышать то, что хочет сказать Господь. На сегодняшний день много всяких происходит действий в этом мире, даже в нашем городе, в нашем этом штате. И люди идут, митингуют, присылают там сообщения, что нужно исти, сражаться, бороться. И да, это правильно, мы должны, мы должны. Но больше всего мы должны искать Господа. И апостол Павел в послании к Коринфянам, в 2-м послании к Коринфянам, в 10-й главе, с 4-го стиха говорит так. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на сокрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Наше оружие воинствования не плотские. И, может быть, сегодня мы можем много говорить, можем бороться, но наше оружие сегодня Господь. И еще одно место прочитаю. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Блажен муж, который сегодня пришел в служение, который сегодня поднял свой взор на Иисуса. Блажен тот человек. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Братья и сестры, сегодня Господь предлагает большое благословение, большое богатство. Господь предлагает нам. Поэтому мы, вставши, призовем имя Господа. Призовем Его имя, Его кровь. Призовем Его благословение, чтобы сегодня наполнило это место, этот храм. Чтобы Господь сегодня присутствием Своим прикоснулся к каждому из нас. И каждый из нас ощутил, поднял свой взор, увидел Иисуса и услышал то, что Иисус будет говорить всем нам. Давайте, вставши, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Аллилуйя» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогое имя Иисуса Дорогое имя Иисуса В сердце дух все мной не написал Им теперь живу и не боюсь я Он меня оправдал Вослюбил и призвал А когда опускались руки мои И люста закрывались, а чтобы не петь До последней минуты Он знал эти дни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только вера моя становилась сильней и сильней. Иисус, сколько раз Он меня понимал, Утешал, согревая любовью Своей, И путей Его часто я не понимал. Только вера моя становилась сильней и сильней. Братья и сестры, дорогие друзья, мир вам! Пусть умножится мир в наших сердцах, в наших семьях, в наших домах, среди Божьего народа, потому что этом нуждается сегодня христианство как никогда. Мир Божий, спокойный от Господа. Я благодарю Бога моего, что Он разрешил, благословил быть сегодня в этом служении вместе с вами. Когда-то встречались знакомые лица несколько лет назад. Я приехал из Украины, из города Кременец, это Тернопольская область. Возможно, встречались на разных служениях. Бывает такое, да? Встречаемся, где-то виделись, где виделись, вспоминаем, способны забывать нечто. Но хорошо, что помнит о нас Господь и положил свою заботу и попечение. Он помнит о нас. Есть такое место в Писании, и ты, дорог, в очах моих многоценен, и я возлюбил тебя. Если сегодня кому-то враг сказал, что ты никому не нужен, тобой уже не ценят, не верьте, не верьте. Иногда бывает трудно убедить человека, убедить христианина. Ну, не верь тому, что враг тебе говорит. Ну, не смотри в его сторону. На Иисуса смотри. Сегодня братья уже задали направление этого служения, и у меня такое же слово. На Иисуса смотри. Иногда приходят люди на беседу душепопечительскую. Вы знаете, они настолько сосредоточены на том, что враг им говорит, и готовы рассказывать несколько часов. А вот то, что Бог говорит, ну, говорит, ну, у меня же проблема. Ну, у меня же проблема. Дорогие мои, помним, все изменяется в нашей жизни не тогда, когда Бог слышит нас, но тогда, когда мы слышим Его. Аллилуйя! Когда мы слышим Его и принимаем Его Слово, Слово Веры, питаемый Словами Веры, тогда изменяется жизнь наша, взоры наши, образ мездей. Все изменяется, когда мы слышим Его. И поэтому муж Божий сказал, на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобам моим. Да благословит Господь, и пусть прославится имя Иисуса Христа. Мое желание читать Божье Слово, которое сегодня лежит на моем сердце, это книга числа, 21 глава, из 5 стиха. Конечно, огромный привет из нашей церкви, из церквей нашего региона. Пусть Бог благословит вас и поможет нам подвязаться в молитвах друг о друге, даже и тогда, когда мы не видим друг друга. Это хорошо, что есть молитва в Духе Святом. Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но есть направление от Господа, есть ходатайство Святого Духа, и мы тогда молимся друг о друге. В нашей местности, слава Богу, есть возможность собираться. Было время, на какое-то время мы не имели такой возможности и собирались по домам, по группам, так называемые домашние группы. Но и тогда имели служение, имели служение. Даже власти звонили и говорили, почему мы видим возле дома молитвы, там транспорт, почему, почему вы не слушаетесь. Но Бог помогал нам даже и в меньшем количестве собираться по домам, молиться и возрастать в Господе. Мы не знаем, какие времена еще ждут. Но сегодня Бог дал нам еще добрые времена, благословенные времена. У нас сегодня в Украине есть возможность, на это лето появилось опять благовество детям. Вот собрать взрослых для евангелизации, это тяжело, непросто. И даже афиши там расклеивай по радио и напиши в газету. Уже то время прошло. Это уже не 90-е годы и не конец 80-е. Но как собрать сегодня людей? Да, на похорона приходят, слушают Божье Слово. Некоторые приходят до молитвы. Бог все-таки призывает. И неверующие есть в собраниях и слушают, и стоят верующими. Слава Богу! Это хорошо. Но на это лето появилась возможность благовества детям. Детские лагеря. Кто-то думает, ну это что-то такое там, дети отдыхают просто. Их там кормят. Какие-то игры с ними там проводят время и все. Но, друзья мои, я лично увидел, это не только так. Не только то. И когда собралось возле нашего дома молитвы 362 ребенка и 70 подростков именно с неверующих семей, мы увидели, что это ничего иное, как Божья милость, как Бог открыл дверь для проповеди Евангелия. И эти дети, они учатся Слово Божьего и Слово Божьего, они учатся петь христианские песни. Они учатся молиться. Потом, когда уже закрытие лагеря, родители приходят. Родители, бабушки, дедушки к своим внукам и слушают Божье Слово. Есть возможность сеять. Мы не знаем, как будет на следующий год. Мы даже не знаем, что осенью будет. Да не знаем, что сегодня к вечеру. Не знаем. Будущее в руках Божьих. Но сегодня есть такая возможность. И я благодарю Господа за это. Потому что однажды Евангелие пришло в наш дом через детей. И я, возможно, свидетельствовал уже в вашей церкви, что именно через детей Бог спас и родителей наших. Когда мы были еще маленькими, вот такие, я уже видал сегодня таких детей у вас на служении. Только в школу я прошел, помню. Мой старший брат на 4 года старше меня. И в это время Бог начал действовать в нашем доме, в нашей семье. Появилось огромное желание пойти к верующим. Где оно могло, откуда прийти? Никого нету среди родственников верующих. Но пришло желание. И одно воскресенье я это желание объявил для своих родителей, для мамы. И она удивилась. Я поднялся и пришел, говорю, я пойду в собрание к верующим. Ты что придумал? Что такое с тобой? Я начал плакать. Вы хотите, чтобы я погиб в аду? Вы хотите, чтобы я в пекле сгорел? Я начал сильно плакать. Мама удивилась. Что произошло с тобой? Наш разговор услышал старший брат. И он пришел и сказал, я точно иду. И пошел в собрание. Пятиклассник. Я через некоторое время позже чуть-чуть с ним тоже пошел. И помню, как я первый раз ушел до молитвы. И как мой друг с другой улицы наставлял, как себя вести в доме молитвы. Потом младший брат. И мы все вместе просили, Господи, помилуй наших родителей. Спаси. Каждое воскресенье заявлял. Возможно, кому-то уже надоело. Кто-то думал, это дети просто говорят. Но мы молились. И Бог дал милость. И наша мама уверовала. Приняла Иисуса. Потом уже вместе молились о спасении нашего Отца. Он также пришел к Богу. Это уже спустя было. Надо было молиться года. Но пришел к Господу через болезнь. Бог постучал к его сердцу. И он принял Иисуса Христа в свое сердце. Вступил с ним в завет. И Бог отозвал его в вечность. И Бог продолжает спасать сегодня наших родственников. Я благодарю Господа за семью, которую подарил мне Бог. Десять деток. Что они сегодня служат Богу. Служат Богу. Направляются к Господу. Да, есть борьба. Вы знаете, родители. Вы знаете, есть борьба. Есть переживания не только в Америке, но и в Украине. Есть борьба. Когда мы просили, и Бог дал покаяние для нашей мамы, она потом о нас молилась. Чтобы мы остались верными Господу. Она молилась о нас. Есть переживания. Но какое счастье, когда ты смотришь, что дети тянутся к Господу. Читают Писание. Поют для Бога. Какая-то радость. Будем продолжать молитвы. Будем продолжать благословлять их. И оно будет действовать. Обязательно. Итак, Господь пришел в наш дом. Я благодарю Его и славлю Его имя. Желание моего сердца читать Божье Слово. И мы порассуждаем. И пусть сегодня вера укрепится. Продолжай молиться. Продолжай. Даже тогда, когда дети служат Богу. Продолжай. Продолжай. Потому что сегодня время тяжелое. Потому что сегодня разные учения приходят. Перемены. Но не в лучшую сторону иногда. У нас в журнале «Ивангельский голос» был напечатан стих. Написал один из братьев. Такое есть стихотворение о том, что дедушка молился за своего внука. Чтобы он покаялся. Плакал. Молился. Стоял пред Богом. И Бог услышал его молитвы. И он покаялся. И дедушка уже как бы расслабился. Слава Богу. Он уже верующий. Слава Богу. Но внук захотел учиться. Услышал, есть семинария христианская. Уехал туда учиться. И возвращается домой и говорит. Дед, ты неправильно меня учил. Я теперь знаю как правильно. То, что вы говорили, это уже не так. Это уже в прошлом. Теперь не так надо. Теперь по-новому уже надо. И там этот стих заканчивается такими словами. Еще рано тебе старый деду вставать с колен. Продолжай молиться. Потому что это очень важно. Что были молитвы. Книга числа 21 глава. И читаю с 5 стиха. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? И пусть здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змею. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея, и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы. Второе место, это уже Новый Завет, второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стихи. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Слава Богу нашему. Эти места из Писания знакомы для тех, кто читает Библию. Я думаю, мы понимаем важность пребывать в Божьем Слове. Это самое важное. Если мы хотим иметь плоды, если мы хотим прожить жизнь и угодить Богу, нужно пребывать в Слове Божье. Читать Библию. Эта книга удержит нас от греха, или грех от этой книги. Первое место я прочитал, когда пришло поражение для народа израильского по той причине, что они говорили против Бога и против Моисея. Вообще, а возможно, а то в наше время. Говорят ли сегодня люди против Бога? Это вопрос. Но верующие точно не говорят, да? Но израильтяне это был Божий народ. И вдруг, и не один раз, говорили против Бога и против Моисея. Тот, который был сами кроткий из людей. И вот, когда они говорили против Бога и против Моисея, надо было Богу что-то делать. Как-то смирять народ. Он хотел их везти в землю, которую он обещал им, обетованную. Ну вот, народ говорит против и уже согласен возвращаться в Египет. Когда мы читаем, мы удивляемся. Не так ли? Какие страдания были в Египте, что переживал народ Божий и уже согласны возвращаться. Говорят против Бога и против Моисея. И Бог допускает ядовитых змей. Они начали жалить. Я думаю, когда мы одну увидим змею, да, братья бывают в Африке, в других местах. Змеи и скорпионы там, в других странах. У нас в Украине есть тоже. Я одного человека подвозил, там из одной деревни ехал, он, вижу, стоит, останавливает. И вижу, он из леса идет, там чернивку собирал, полное ведро. И спрашиваю его, а как там в лесу? Змеев не видели? Он говорит, не то слово. Чуть не сел на эту змею. Он так еще больше испугал. Я иногда боюсь даже идти в лес по той причине. Много змеев. Особенно есть такие леса. А он говорит, есть, видел, есть змеи. А в то время, когда Израиль был наказан, было много змеев. И они жалели. И какой результат был смерть. Сегодня врачи, сегодня какая-то медицина, какие-то уколы, лекарства спасают людей. Есть советы, как себя вести, когда укусит змея. Но в это время ничего не могло помочь народу израильскому. Абсолютно. И оставался один только вариант, один путь – к Богу обратиться. Смириться пред Богом. Потому что выхода нет. Друзья мои, Бог иногда допускает такие обстоятельства в нашей жизни. Чтобы мы только к Богу воззвали. И, возможно, исчезла всякая надежда к спасению. Как однажды, там, на корабле, когда Павел плыл. Вы знаете. И бывают такие моменты. Все. Только Господь. И если будешь веровать, увидишь славу Божию. А если не будешь веровать, никто не поможет. И специально эти обстоятельства допускаются. Чтобы сердце открылось. Чтобы Бог наполнил благодатью. Чтобы вера воспрянула. Праведник верою жив будет. Согрешили мы. Говорит народ к Моисею. Что говорили против Господа и против тебя. Мы согрешили. Пришло осознание. Помолись Господу. Чтобы Он удалил от нас змею. И я спрашиваю вас, друзья мои. Удалил Бог змею? Не написано так, да? Что удалил. Но сказал, что делать? В этих переживаниях. Что делать? Выставь этого медного змея. Это будет спасением. Боже, ну змеи ползают. Они ползали, ползают и будут ползать. Но коли мы на земле. И разные змеи. Боже, ну забери их. И мы иногда молимся. Господи. Поменяй обстоятельства вокруг меня. Ну ты видишь тёщу мою. Ну ты видишь соседей моих. Ну ты видишь там ещё, ещё, ещё. Ты видишь. Как непросто. Ты видишь жену мою. Мужа моего. Господи. Поменяй его. Мы с удовольствием так молимся. Чтобы Бог кого-то менял. Но в то же время мы не готовы сами изменяться. Не готовы. Боже его меняй. Покаяние. Просим. Господи. А кто-то даже просит. Положи его в болезнь. Что только. Но не готовы сами изменяться. И не понимаем, что Бог через эти обстоятельства. Он добивается того, чтобы мы воззрели на Него. Чтобы мы приблизились к Нему. Боже, удали змеев. А Бог говорит. Нет. Нет. Медный змей. Выставлен. И как Моисей. Вознёс змею в пустыне. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Да бы всякий верующий в Него не погиб. Но имел жизнь вечную. Аллилуйя Богу нашему. Боже, удали эти обстоятельства. А Бог говорит. Нет. Они должны быть. Сколько Бог определил. До какого-то времени. А ты должен поднять голову. И смотреть на Иисуса. И изменяться в Его образ. Потому что воля Божия не обстоятельства изменить сегодня. Но тебя и меня в этих обстоятельствах. Или о том есть промысел Божий. И так и произошло. И мы сегодня имеем урок в нашу жизнь. И вы знаете, какой я вывод сделал. Что бывает очень трудно. Беседуя с людьми. Проводя душепописательские беседы. Оторвать человека от чего-то. И направить его зрение. Взор его на Иисуса Христа. Оторвать его. Очень часто приходят люди. Которые действительно имеют проблемы. Но они настолько привязаны к ним. Что они больше ничего не видят. Они готовы об этом рассказывать целый день. Как им тяжело. И наша задача служителей. Сказать, посмотри. Есть выход. Ну посмотри. Сегодня будет перемена. Сегодня. Какая перемена? Возможно обстоятельства не поменяются. Но твое сердце. И твое отношение к этим обстоятельствам изменится. Это уже выход. Это уже начало. Это уже много. Когда мы меняем свое отношение к тем или другим обстоятельствам. Когда мы говорим да. До сего времени оттомиться. Не было нормального сна. И покоя не было. Потому что одни мысли. Болезнь. 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 Обстоятельства. То, 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 то. А есть люди, которые уже хоронят себя. Заживо. Живут. Но уже враг преуспел. И уже настолько накрутили. В своем разуме. Потому что они уже не смотрят вверх. Они смотрят вниз. Это использует враг. Друзья мои. У меня была не одна тема. Но сегодня в этом собрании. Я чувствую. Нужно об этом говорить. Что придет перемена тогда. Когда ты поднимешь голову свою. Когда ты увидишь Божью славу. Взирая на начальника и совершителя веры. Иисуса Христа. Тогда придет перемена. Потому что на что мы смотрим. Мы в то и преображаемся. Смотрим на вечное. Преображаемся. Смотрим на временное. Тоже преображаемся. Ну куда? И в какую сторону? Я читал это место Писания. Где говорит апостол Павел. Ибо кратковременное и легкое. Это второе послание Коринфянам. 4 глава. 17 и 18 стихи. Кратковременное и легкое страдание наше. Производит в безмерном преизбытке вечную славу. Хорошее обетование. Но есть условие. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно. А невидимое вечно. Когда мы смотрим. Как много зависит от этого. Да. Когда мы идем к врачу. И наше физическое зрение проверяем. Знаем, почему мы это делаем. Мы знаем, как важно видеть. Мы знаем, как важно видеть. Мы понимаем, что 90% информации, как минимум, человек получает через глаза свои. Мы переживаем о нашем зрении. И спешим. А духовное зрение. Это тоже очень важно. Когда, куда мы смотрим и как мы смотрим. Еще есть место из Писания. Это четвертая книга царств. 6 глава. Из 15 стиха. Когда окружение было царем сирийским. Вы помните. Елисея. Этого города. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города. И кони. И колесницы. И сказал ему. Слуга его. Увы, господин мой. Что нам делать? И сказал он. Не бойся. Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И кажется, этого слова довольно уже. Хватило бы. Но нет. Им молился Елисей. И говорил. Господи. Открой ему глаза. Чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги. И он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами. Огненными. Кругом Елисея. Аллилуйя. И вот. Увидел. А когда не видел. Когда глаза были закрыты. То говорил. Как мы сегодня иногда говорим. Увы. Человек. Божий. Увы. Господин мой. Что нам делать? Вот такое в жизни бывает. Когда мы видим окружение вражеское. И когда видим. Нет выхода ни с какой стороны. И такие вопросы задают люди. И говорят. Увы. А что нам делать? Что мне дальше делать? Как мне выбраться с этой проблемы? С каждым днем больше и больше захожу. И нету свободы. И молился Елисей. Господу. Открой ему глаза. И были открыты глаза этого человека. И вдруг он увидел то. Чего не видел раньше. Гора полна колесницами. Это были огненные колесницы и кони. Вокруг Елисея. Елисей видел. А то человек. Слуга его не видел. Но и он увидел. Потому что открылись его глаза. Я хотел бы сегодня в этом направлении молиться. Дорогие мои. Чтобы сегодня просветил Бог глаза наши. Потому что от этого зависит победа наша. Или поражение. Что будет? Десять соглядатые пошли посмотреть землю. И вот надо было. Что по разному посмотрели. И они пришли и так наговорили. Что народ плакал до самого утра. Мы не сможем взять. Там люди высокие. Земля действительно красивая. Все хорошо. Но люди там какие. Два человека всего. В нем был иной дух. И они говорили. Сможем. Господь с нами. Сможем. Потому что Бог обещал. Как много зависело. Как люди посмотрят. От этих соглядатых. И что принесут. Друзья мои. А как мы посмотрим. Сегодня. Возможно окружение есть. Борьба есть. Как мы посмотрим. И что скажем детям нашим. Как мы посмотрим. И что скажем нашим внукам. Молодому поколению. И что мы скажем. Если мы видим. Если мы видим. Мы будем молиться. И они увидят. Если мы переживаем. Славу Божию. И они будут переживать. Но если мы не видим. Что будет и с ними. И сегодня на этом месте. Важно проверить свое состояние. Господи. А что я сегодня вижу. Что эти легкие страдания. Производят в моей жизни. Ропот. Недовольство. Возможно. Я сегодня говорю. Против Бога. И против даже служителей. В свое время. Нордизраильский. Потому что. Страх был. Недовольство было. А сегодня скажите. Разве мало страха. Люди сегодня от страха живут. Как написано. Люди будут издыхать от страха. И ожидания этих бедствий. Которые придут. И мы еще не знаем. Какие. Ну знаем. Писание говорит нам. Но когда это будет. И что еще. Нужно будет пережить. И Слово Божие. Нас призывает смотреть. На невидимое. Оно вечное. Смотреть. Как когда-то Моисей смотрел. Отказался. Называться сыном дочери. Фараоновой. И лучше захотел страдать. С народом Божиим. Ибо он взирал на воздаяние. Он видел невидимое. Что сегодня ты видишь. Дорогой друг. Возможно. Сегодня в жизни твоей. Эта змея. Она укусила тебя. И ты думаешь. Нету избавления. Уже воспаление началось. Возможно. Куда-то глаза посмотрели. И что-то допустил свою жизнь. И сегодня враг имеет доступ. Не ищи даже другого выхода. Его нет. Единственный выход. На этом месте. В собрании народа Божия. Обратиться к Господу. И сказать. Боже прости меня. Ибо говорил против тебя. И против Моисея. Прости меня. Освободи меня от ропота. И недовольства. И помоги мне увидеть тебя. И славу твою возреть. Помоги мне увидеть. То, что ты желаешь показать. Возови ко мне. И я отвечу тебе. И покажу тебе великое. Недоступное. Чего ты не знаешь. Люди будут удивляться. Мы поем псалом. Удивляться будут все друзья. И откуда сила у тебя. И откуда вера как гранит. Твое сердце все хранит. Хранит. А знаешь откуда вера. А. Духовное взрение наше. Взор наш будет обращен к нему. Кто обращал взор к нему. Те просвещались. Так благословит Господь сегодня. Если в твоей жизни пришла эта борьба. И ты ищешь избавления и выхода. Сегодня этот день. Который сотворил Господь. И Он ожидал тебя на этом месте. Дорогой друг. Он ожидал тебя. Чтобы дать исцеление. Не только для тела твоего. На этом месте. Есть люди. Которые нуждаются в исцелении физическом. Но и есть те. Которые нуждаются в душевном исцелении. Потому что. Змеи. Он кусил. И уже воспаление. Эти раны. Душевные. Их может залечить тебе. Только Иисус. Он врач души, духа и тела. Он сегодня может помочь тебе. Согласен ли ты открыться пред Ним. И сказать. Господи. Во имя Твое. Я отрываю свой взгляд. От этой проблемы. Я был привязан к ней. Я думал об этом. Я помышлял об этом. И я слабею и слабею. Но я сегодня. Этот день воскресный. Я принимаю решение. Поднять свои глаза к небу. Посмотреть на славу Твое. Верую посмотреть. И чтобы Дух Святой сделал работу в сердце. И чтобы изменилось все вокруг. Нужно увидеть Господа. В этом собрании нужно увидеть славу Божию. Нужно ощутить Его. Нужно пережить Его. Он возле тебя стоит сейчас. Но Он хочет войти в сердце Твое. И чтобы ты по-иному посмотрел. Абсолютно. Я помню свидетельство одного брата. Когда дьявол Его настолько связал. И он пробуждается ночью. И решение. Принимает неправильное решение. От врага. Сейчас убью жену. И детей. А потом и себя. Нету жизни нормальной. Все. Я в тупике. Но Бог помиловал его. Это время. Коснулся Его сердца. Он раскаялся. И сразу по-иному посмотрел. Не надо никого убивать. И ничего делать. Нужно к Богу направляться. И сегодня он служит Господу. Это Божья милость. Поменялся взгляд. Поменялись мысли. Изменились. Все изменилось в его жизни. Да благословит сегодня Господь и тебя. Мы сейчас будем молиться. Мы чувствуем присутствие Божие на этом месте. Возможно доселе ты видел. Что ты окружен со всех сторон врагами. Ты видел это вражеские стрелы. Но сегодня я хотел бы чтобы ты увидел как этот человек. Как Ересей. Что гора наполнена колесницами огненными. Ты не оставлен Богом. Не оставлен. Этот дьявол пугает тебя. Чтобы отвести тебя от Бога. Чтобы поработить тебя этим страхом. Это его тактика. Но ты не оставлен Богом. Не оставлено. Минус Божья велика. Но сегодня нужно увидеть это своими глазами. Нужно прикоснуться сердцем к Иисусу. И пойти с этого места радостным. Прославляя имя Иисуса Христа. И даже что-то укусит. Не будет иметь силы. Потому что наш взгляд на Христа. Аллилуйя. Слава Иисусу. Наш взгляд на Христа. И взгляд всех был устремлен на Него. Мы слышали. Взгляд наш на Христа. Вы хотели бы помолиться вместе. Давайте поднимем наши ноги для молитвы. Во имя Иисуса. Есть на небе город. Чудный город света. Там нужды, болезни и печали нету. Там живут святые. Там играют гусы. Поспевая славу Господу Иисусу. Болезни там нет. Не гаснет там свет. И Иерусалим. Там вечно живут. Там песни поют. И Иерусалим. Ты город живых. Ты город святых. И Иерусалим. Тебе я стремлюсь. С тобой я сольюсь. И Иерусалим. С золотом обложен. Город тот прекрасный. И жди, Иерусалим. Вечно буду счастлив. Жизнь мою преобрази. Все-все мной долине. Чтоб в душе покой найти. Мы Иерусалиме. Болезни там нет. Не гаснет там свет. И Иерусалим. Там вечно живут. Там песни поют. И Иерусалим. Ты город живых. Ты город святых. И Иерусалим. Тебе я стремлюсь. С тобой я сольюсь. И Иерусалим. Братья, мои сёстры. Там мы будем вместе. Поспевать Иисусу Радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтобы стала нам святой в небеса дорога. Пролезли там нет, не газли там свет, Иерусалим. Там вечно живу, там песни пою, Иерусалим. Ты город живы, Ты город святы, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с Тобой я союз, Иерусалим. Пролезли там нет, не газли там свет, Иерусалим. Там вечно живу, там песни пою, Иерусалим. Ты город живы, Ты город святы, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с Тобой я союз, Иерусалим. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. Кто один на всем имеет власть, Кто творенью радость может дать. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. О, моя сеть горстью исчерпал, Тот песок земли пересчитал. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Слава Богу. Субтитры подогнали Симон. 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 Боже мой, Боже, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Боже мой, мы пытаемся, мы пытаемся, но мы пытаемся, проводим такое состояние, что мы можем искушать мы можем искушать нашего Господа. И давайте откроем. в нашей Библии, Иисус сказал ему, Иисус сказал ему, человек решил, я приду время с Господом, то можно гарантировать, что там придется также и враг, чтобы искушать нас. Враг подносит мысли, подносит нам намерение, чтобы то или иное сделать, и под нами стоит выбор, что мы будем выбирать. И видим, Иисус Христос тоже так же искушаем дьяволом, и у него все присоединили выбор, идти на эту ловушку дьявола или нет. И дьявол, он такой хитрый, он знает, кто нашел, какая у нас слабость, и он на то старается давить нас, чтобы он ставит на этой ловушке перед нами то, что человек к чему склонен, то он и ставит перед нами. И тут я вижу два положения. Вот сначала дьявол говорит, «Докажи, сделай это вот, чтобы отец твой доказал, что ты любящий у него, что тебя Господь любит. Докажи, да, чтобы Господь доказал свою любовь к тебе, чтобы он сохранил». И второе, вот видим, что говорит, тоже, чтобы Господь изменил ситуацию твоего решения. Видим, что вот дьявол и на то дадали. Сначала говорит, пусть докажет отец твой, что он тебя любит. И так же и в нашей жизни часто вот такой момент, что приходит и говорит, «Господи, если ты любишь, сделай это», или «Господи, если ты любишь, исцели», или «Господи, или поменяй то». И мы часто вот, не сознавая, проводим к Господу, но Господь говорит, что он доказал нам свою любовь, когда мы еще были гречниками, он послал своего Сына Единородного. Потом Господь доказал нам свою любовь. То мы уже не должны искать никакого утверждения от нашего Господа, потому что он уже заплатил ту великую цену, он дал послал своего Сына. Но я хочу больше обратить внимание от принятого решения. И дьявол говорит Иисусу Христу, принято решение, чтобы опасно броситься с крыши храма, и чтобы ангелы сохранили. И Иисус говорит, Он не идет на эту ловушку, Он говорит, не искушай Господа Бога твоего, потому что вот так же написано. И видим, что враг, он берет слово Господне, и он перекручивает. Вот то слово, которое он перекручивает, идет, там написано, что когда человек принял решение, когда человек отдал все Господу, то Господь оберегает его. Но он не говорит о том, чтобы человек ставил такую ситуацию, что он искушает Господа, чтобы он испытывал Господа. Наоборот, когда человек просто принимает решение, это, например, когда апостол Павел сидел у костра, и змея выскочила на его руку и укусила. И Павел его то не выбирал. Он просто попал в тот момент, что то случилось, и Господь сохранил. Это говорит о том, что человек, чтобы он не ставил себе эту ситуацию, что он искушает Господа своим, то, что он выбрал. И поэтому Иисус Господь увидит ситуацию, понимает, что это ловушка, это искушение, и я Господа не буду искушать о том, что я выбираю, что не славит имя Его. Потому что он говорит, если можно, нужно все проявить слов Господним, что Иисус говорит, я не должен бросаться с крыши, чтобы доказать, что Господь меня любит. И он говорит, я на то и не пойду. И мы должны усадить, в чем это вот, принимаем решение, что мы делаем. И каждый из нас посмотрит пару примеров. Сначала посмотрим пророка Иоанна с первой главы, с первого стиха. И было слово Господне к Иоанне сыну Амафину, «Встань, иди в Невью, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иоанна, чтобы бежать в Фарсис от Иса Господнего. И пришел Иофил, и нашел корабль, опляяся в Фарсис, отдав плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от Иса Господа. И вот видим, Иоанна явно слышал Слово Господне, и он принимает решение идти против Слова Господне, потому что он идет в порт, там, где корабли, это в обратную сторону, чем идти в Невью, которая есть в Ассирии, это в нынешний день Айрен, это, получается, в обратную сторону. Он идет вообще в обратную сторону. Иоанна принимает решение идти против воли Господней. И, я думаю, часто мы находим такое состояние, что мы принимаем решение, мы идем, и, скажем, представим, что Иоанна, идет Иоанн и говорит, «Господи!» Он слышит Слово Господне, и говорит, «Господи, пусть я иду, пусть не будут корабли идти в обратную сторону». Просто идет корабль в правую сторону. И дьявол так тоже слышит эту молитву, и дьявол, как всегда, если мы уже видим, что мы идем против воли Господней, то он посылает нам то, чтобы нас дальше потолкнуть на то, чтобы мы отодрились от Господа. И он проходит туда, в порт, и видит, что как раз эта лодка на франциссу идет вообще в обратную сторону. И мы часто, может, принимаем решения, и знаем, что мы идем против воли Господней, и молимся, чтобы разрушилось. Может, этот человек молодой или девица идет идти с друзьями, и знает, что эти друзья, они хорошие, и молится можно себе, «Господи, пусть там не будет алкоголя или наркотиков». Знаешь, что это люди, которые, скажем, они нехорошие племянные, но идут, потому что они хотят иметь это общение. Это, Господи, мы ставим ситуацию, мы уже приняли решение идти, и молимся, чтобы там не было хуже или дальше, Господь, сказал, «Ты уже принял решение идти. ты уже принял решение войти в союз с этими людьми, а потом просишь說, Господи, дай, чтобы там то или иное не было. Мы и этим услышаем Господа». Господь говорю «Ты слышал слово явно? И когда ты уже принял решение идти против, тогда зачем молиться, чтобы Господь изменил ситуацию, както дьявол искушал, Иисусной говорит, что «Кинься, а потом увидишь, Господь тебя сохранит». И Господь говорит, что «Я не буду себе оставить такую ситуацию, в которой уже компромисс. И поэтому видим, что часто мы можем себя, как христиане, ставить такое положение, что мы знаем, оно то не есть воля Господня, то не есть правильно. И мы молимся, о Господи, пусть не состоится. И вот мы идем, и говорят, мы уже упали, когда мы уже отошли, когда мы приняли решение идти. И поэтому мы, как христиане, мы должны смотреть за собою, как мы принимаем решение, а потом молимся, Господь, измени. И это по-английски говорит, sow wild oats and then pray for a crop failure. А слово Божьегорча говорит, что Яна говорит, что посеяли ветер, а будет пожинать бурю. И оно так и есть. Мы не можем насеять, и потом Господи, дай, чтобы семя то не родило, дай, чтобы то не сбылось. А Господь говорит, чтобы мы, как христиане, мы должны бодрствовать, чтобы приняли наше решение было твёрдое, и чтобы было правильно. Потому что когда мы знаем, сознавая, принимаем решение, а потом, Господи, потому что, Господи, измени. Ну, Господь, ты уже принял решение, ты это сделал, а теперь просто плоды того решения. А давайте посмотрим дальше еще пример человека, который искушал Господа. это будет Ваалам из 22 главы числа с 9 стиха. И пришёл Бог Вааламу и сказал, какие эти люди у тебя? Ваалам сказал Богу, Ваалак, сын сифоров, царь Малтийский, прислал их ко мне и сказать, вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Вааламу, не ходи с ними и не проклинай народа своего, ибо он благословен. И встал Ваалам поутру и сказал князям Ваалаковым, пойдите в землю вашу, ибо нет, не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья Малтийские и пришли к Ваалаку и сказали ему, не согласился Ваалам идти с нами. Ваалак послал еще князей более и знаменитых тех. И пришли они к Вааламу и сказали, ему так говорит Ваалак, сын сифоров, не откажись прийти ко мне и я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Ваалам и сказал рабам Ваалаковым, хотя бы Ваалак дал мне полный свой дом, серебра или золота, не могу приступить к повелению Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему призволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь и я узнаю, что еще скажет мне Господь. Вот видим эту историю, Ваалак хочет проклянуть израильский народ, потому что боится его, ищет себе пророка, чтобы это сделать. И находит Ваалама и просит его. Ваалам явно слышал Слово Господне и сказал не иди, не проклянай, и этот народ благословил. И видим, что царь посылает еще больше, сильнее, важнее людей и с подарками. Зачем Ваалам опять попрошать Господа, если он явно слышал, что Господь сказал не иди, не проклянай, этот народ благословен. Почему Ваалам опять, я опять спрошу Господа, если он же явно слышал первый раз не проклянай, не иди. Потому что вот видим, что он сказал, царь повышен цену. И видим, что Ваалам он идет, он куплен ценой, он видит, что цена повышена, окей, может теперь уже опять спрашивает, может сказал это Господь или нет. Видим, что он уже не тверд в своем решении, он не тверд в том, что он слышал, он хочет, он ищет выхода. А может ли Господь, может ли я неправильно послушал Господа, может ли Господь это не имел в виду, но дайте я еще раз спрошу. И так сейчас в нашей жизни мы как-то видим, что нам что хочется, и мы ищем, как бы, но как бы нам то первое или правда Господь сказал, ты пророк Божий, ты слышишь Господа Господь, на этом должен быть да и аминь. А он говорит, а я опять спрошу Господа. Это если читаем с улицы дальше, видим, что Господь спрашивает, ну иди. Это я думаю, те, кто родители, имеют детей, они знают это положение уже, когда ребенок просит, 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 и ты наконец родители сдаются, ну иди или на. Это я бы этого не желал, я знаю, что тебе будет, или ну если я сдаюсь и даю тебе. Это не то, что этот человек, отец или мать, хотели дать ребенку то, но они увидят, что если не ведут, то ребенок не отстанет. Это видимо, что в Аллах в таком положении, что опять приходит Господь и Господь говорит, ну ты уже принял решение, что ты хочешь идти, ты уже принял решение, что ты уже хочешь то, что Аллах предлагает тебе, то богатство, и ты уже на то склонен. И поэтому Господь говорит, ну ты уже принял решение, значит ты уже пойдешь, иди, это не было воля Господня, чтобы Аллах ишел. И видимо, что человек, когда что хочется, он ищет, как бы это приобретство, ищет выхода. И начинает, мы искушаем Господа, когда мы сами понимаем сердце фрегон, или мы знаем, что это не послужит нам добру, а мы ищем, как бы нам это все равно получить. И это может быть даже в разных выходах. Один из выходов может быть попечание семьи, нашей работы. И я слышал рассказ с детьми моими, что отец потерял работу и искал работу новую. семья молится, дети молятся, и у детей было две просьбы, чтобы отец получал больше, чем зарабатывал, и чтобы еще мы дали ему компанию машину. И дети молятся. И отец приходит домой, говорит, что мне дали предложение на работу идти. Выши заплаты, и даже дают мне компанию машину. И дети рассказали, что Господь ответил молитву, нашу молитву Господь ответил. И отец говорит, молитву и босс выходит, говорит, я хочу с тобой провести немножко больше времени, чтобы узнать, что ты подойдешь к нашей компании. И он с ним провел это время, и говорит, что в конце этого дня говорит, я вижу, что ты человек благословил, что ты любишь служить Господу, любишь принимать участие в служении в церкви, и также любишь свою семью. Говорит, это заставит тебя быть меньше дома, и ты не сможешь посчитать церковь регулярно, ты должен пропускать церковь, ты должен мне дать ответ до завтрашнего дня. А отец говорит, я не буду ждать до завтрашнего, я тебе сейчас скажу, я тебе эту работу я reject до offer. И ему стало положение, что как бы звучало, что Господь ответил нужду детей, но отец знает, что это ловушка, что дьявол подошел, знает, что мне нужна работа, и знает, что дети поставили нужду перед Господом, и сатана подставит ловушку, говорит, я посылаю, и то, что оказывается на хорошее благословение, ты должен чем-то пожертвовать, ты должен что-то отдать, подойти на компромисс. И он, как человек Божий, он сказал, я не пойду, потому что мне дороже служить моему Господу и быть с моей семьей. И также мы каждый день перед нами часто перед нами определенные вопросы, и мы должны принять решение. И это решение мы должны всегда смотреть со стороны. Если я приму это решение, сближусь я к Господу или нет, или это решение меня дальше заберет от Господа, от моей семьи и то, что мне дорого. И поэтому важно сегодня, что мы сегодня не искушали нашего Господа, зная, что если я это решение приму, оно принесет Господи, измени мою ситуацию, поменяй что-то, измени то. И Господь говорит, ты же этого просил, я тебе дал, чего ты просил. И поэтому мы должны сегодня бодрствовать, зная Слово Господне, и применять решение, которые те, которые приезжали к Господу, они удаляли. И потому что видим, что враг хочет, он поставит даже Слово Господне, что оно звучит я на то не пойду. И мы должны брать свои примеры, учиться. Теперь я возьму пару примеров, люди, которые сделали это правильно. Книга пророка Даниила, первая глава, с восьмого стиха. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. И вот это место. И это местописание я часто люблю, например, своим детям, чтобы быть, как Даниил. Даниил человек, он молодой был, история хорошо, ему можно было лет 16, 15 юноша. И увидим, что Даниил уже в таком состоянии, что он твердо решился, несмотря на его возраст, то, что ему научен дома, он твердо решился, ничего не изменить, ничего не меняется мне, меня переселили из моего дома в Вавилон, но принял решение, твердо решение, я останусь верным Господу. И чтобы иметь место подо мной, я останусь верным. Все мои решения будут приняты из того точки зрения, что я верен Господу, я его дитя, и все, круг должен быть, я не попаду на компромисс. И мы знаем, что тут только в книге Даниила только четыре человека, Даниил и три друга, которые записаны в истории. Я уверен, что там было намного больше евреев взятых в плен и принесены в дворец царя. Но только четыре, которые могли устоять. Только четыре, которые приняли твердое решение не оскверняться. И также мы смотрим, что Даниил принимает решение. Он завтра не должен был идти и просить Господа то, что я принял, теперь измени, поменяй мою ситуацию, потому что она разваливается, нет благословения. Видим, что Даниил сделает твое решение, я не пойду на компромисс, я буду твердо стоять Господом. И видим, что приходит богословение Господне. И часто может у нас будет решение, и оно может быть нелегким, может люди нас смотрят, после, чем до. Читаю также из первого послания Галат, 1 глава 15 стиха. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавши благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Апостол Павел пишет и говорит, что он услышал Слово, он призванный, он услышал Слово Господне, говорит, я тебя готовлю идти к язычникам. И Павел говорит, что я не стал советоваться с плотью и кровью. И что это значит сегодня для нас? На нас это значит, вот, Павел не стал смотреть, как это на него будет физически, какие комфорты он должен оставить, что он должен от себя отбросить, и что это значит в его жизни. Павел сказал, я слышал Слово Господне, я иду, я решил твердо, принял решение идти за Господом. Он не стал смотреть с плотью и кровью, он не стал смотреть, если я пойду, то что это будет значит для меня финансов, что это будет значит для меня друзей, друзья мои оставил, потому что мы знаем, что Павел он был очень знаменитым, он был высокий, ученый человек, я думаю, он имел вообще у себя круг друзей, которые могли быть на него, сказать, ты что, ты покинул то, что ты выучился на фарисе, на фарисе, на фарисе, он говорит, я не стал святой кровью, я не искал искать совет, чтобы мне было легче, но я сделал решение, чтобы остаться верным Господу, и брат первый говорил, что мы должны помещать о горнем, а не о земном, и это все стоит, если мы всегда смотрим с точки зрения, как нам сегодня будет, чем сегодня, как мне сегодня будет удобно или нет, то мы не помещаем о горнем, Господь говорит, что помещайте о горнем, чтобы наши, все наши мысли и наша жизнь была с точки зрения о небесном, о горнем, и тогда мы сможем делать правильное решение, тогда мы будем стоять все твердо, на то, что мы верим, как Даниил, он и его три друга были одни, и они знают, что их мало, их только четверо против, не знаю, сколько может быть сотни, но они обстояли, и видим, что и Господь благословит, когда мы принимаем решение, идти твердо за Господом, когда мы не идем на компромисс, мы можем идти, и мы не можем потому что люди, когда принимают плохое решение, и знают, что они против воли Господней, и потом Господи, измени, Господи, помоги, и Господь милый, но мы видим, что если вернуться к Ионе, Иона, когда был в Ките, он тогда молился молитву покаяния Господи, избавь меня, и он осознает то, что он бежал от Господа, и также когда мы, если мы видим, что мы пошли против воли Господней, лучше будет молитву покаяния, Господи, прости меня, я не поборцал, мог бы ты сделать это по-другому, мог бы, как-то, это больше осознавая или проверяя Слово Твоим, и также мы должны всегда осознать, если мы не сделали правильный поступок, если мы не сделали правильное решение, наше первое молитву должно быть молитву покаяния, Господи, это было не так, это было не по-другому Слову, а если нет, мы знаем, что Ваалам, он был убит, он был убит вместе с врагами израильскими, потому что он пошел на эту ловушку, он пошел, он был куплен царем Витским, и он зато заплатил своей ценой своей жизнью, а мы знаем, что мы можем заплатить самую большую цену это нашим спасением, если мы идем против воли Господня, если мы идем против Его Слова, то сначала может быть маленький компромисс, сначала это может быть маленький неуспех, но самое большое, это если мы можем потерять свое спасение от того, что Господь заплатил свою цену за нас, это поможет нам, Господь, чтобы мы сегодня были твердые, чтобы мы сегодня могли стоять твердо и принимать решения, что нас что нас приближает к нашему Господу, что мы сегодня укреплялись, оно может быть не всегда легко. Оно может быть сказать неприятно. Но когда мы делаем правильное решение, мы увидим, что нам придет еще больше силы и большей поддержки от нашего господа, когда мы сделаем первый этот шаг, и скажем «но, я не пойду на компромиссию, я не буду искушать моего господа». Потому60---- В SAKE I time Gazzovitz потому что он не смог, потому что мы идем, и когда не получается, когда распадается. и говорит, Господи, богослови, Господи, поменяй, Господи, спаси. Господь говорит, ты имеешь мое слово, и ты упроти мое слово, и мы должны сначала покаяться, потом просить милости у Господа. Потому что Господь нам в этом. И также я хочу поделиться нуждой. Я Саша Говоронский, я тут местный, многие уже меня знают, и моя семья поддерживает миссию Transforming Nations, и они Господь им дал богословение, они купили участок земли в Кене, и будут начинать строить дом сирот. И Господь мне положил на сердце ехать туда и потрудиться, начинать в этом участие. Я еду на свой счет, но нам нужно, поддержка финансовая, нам нужно собрать 10 тысяч долларов, чтобы начать строение. И если кто-то не понял, это Миша Резник, он был осенью в церкви. И Господь, там здесь много работы, и работы очень много, и, как сказать, нужды много, и Господь, как сказать, благословляет много, нужна финансовая поддержка. Если кто хочет подвязаться, дабы славы, Господь в том, я буду в конце у двери, подойдите, спросите больше вопросов, можно давать, если какую-то нету возможность дать сегодня, то можно делать онлайн. также, если кто-то умеет желание ехать со мной, еще есть возможность, я вчера спрашиваю, билеты, еще есть билеты, если не сегодня, можно дальше, кто имеет, Господь, если кто хочет потрудиться в стройке детских домов, сирот в Африке, благословляет Господь, в этом тоже мы вам дали. И на этом будем заканчивать, будем молиться. Аминь. Аминь.